Субтитры делал DimaTorzok 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 я сразу стрелу даю открыл дверь у меня не понял откуда стрелял в принципе тимго с скажем так известны для нас соперники потому что каждого практически каждого игрока знаю я давно с ними пересекался как в контре так в ларанте с их тренером тоже пересекались на турнирах контр-страйки знали что они будут делать знали то что у них противный персонаж вайпер под которого мы особо не играли никогда потому что очень мало кто с этим персонажем играет изучили пытались построиться на первой карте на бенде что-то пошло не так вроде хотели делать то что задумали но начали придумать велосипед где-то микро ошибки которые решали ломальному экономику и так далее и в итоге проиграли первую карту на вторую собрались показали свою игру на асценте и ну не особо сильно старались скажем так не пришлось потеть просто переехали я ухожу через дом ком пацаны хорош дала сам же был парк 9 был 9 был полю электрик хорошо я пока не ставлю смотрю сад ставлю сейчас ставить идея взял я стрелу сейчас дам сад я сад забрал где взял хорош в видеть поедал дает от нету сад нету деда хорош отлично уже длинный короткий длинный упор короткий я эту маркет флэш я говно зал под тобой через 7 секунд это смок-смок дали пиопи несколько слов по цене власть от вас на п должно быть у вас на сша чертва у меня минут 70 за это играет а Найс, я фул, я фул. Убеги. Трассик, а еще за трассом. Найс. Четыре в один. Просто все длины, пацаки. И все, ничего не нужно. Немножко мид подержать, но просто, короче, немножко отличий. Пацаны, точно такая же система, как с Тианом. Если ты сейчас берешь пять раундов, все. Да, да, я тоже заметила. Точно такая же тема сейчас. А на третьей была очень потненько. Нервишки даже пошалили. Мы знали абсолютно, что они делают, что они будут делать, что они смогут сделать. Все это ожидали, но все равно были где-то подводные камни, которые мы не смогли найти на старых записях, демках и так далее. Потому что их особо и не было. Никто их не стримил, и сложно было учить. Изучали по шкале в игре. Минус 13, Витя, билет, билет. КТ, 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 КТ. Он минус 13, он с револтом. НОЙС! НОЙС! Тя могут давить, скорее всего. По девять. По девять ставят. НОЙС! По девять ласт. По девять, я иду, я иду. Он идет, он идет. Он не ставит. Да, да, я ворс стоюжу. Вбивай. Тихо. Тихо, не пекай, нет, не дайфет. Убил. Я думал, не убил. СОРОЖ! Давайте парни, блядь. Как же охотно сыграли парни. Длина, длина. Я иду, я и выхожу. Тифон может быть. Платформа был. НОЙС! ДЛАДЫ, 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 ДЛАДЫ. Я дроню, я дроню, я дроню. Я тачку даю, давай, давай, давай. Я дроню, я дроню. Камеру сломай. Я, Саш, я отходил. От меня. Я даю тачку, и ты можешь дефать пытаться. Слева, слева пометил. Дефай. Пойтай дефой. НОЙС! НОЙС! ДАВАЙ! ЛЕТСГООООООООООООООООООООООООООО ! У нас ульта есть ! Время! Время, парни! В Koliento. Убил Бомбу! Убил Бомбу! Время, время! Убил Бомбу! НЕ ВРЕМЕНИ! Бл surviving! Следующая игра против AIM ATAG будет? Что думаешь об этой команде? Знаю ребят с Counter-Strike из Украины, пацаны. Я думаю, это будет не так сложно относительно TeamGS, потому что там более такой миксовый геймстайл, они просто, грубо говоря, играют старый Counter-Strike, немножко добавляя Valorant, поэтому будет проще подстроиться под них, чем под TeamGS, потому что TeamGS, по-моему, как командная игра, самые сложные будут у нас до конца, если пройдем дальше. Прошедшие квалификации Значит, нас интересует последняя игра. Давай каждую карту разберем подробно. На первой карте мы просто отдали то, что не должны были отдавать. Играли до конца, но в атаке мы делали одни и те же ошибки, которых мы ранее не допускали. И по сути, если подводить полностью итог, то в моем понимании мы проиграли игру сами себе, то есть мы просто допускали больше ошибок. То есть у нас не было никакого там мотивационного спада или там морального спада. У нас не было такого, что там кто-то перестал играть до конца или что-то подобное. Просто в этот день мы ошибались больше, нежели наши противники. То есть объективно третья карта, мы могли ее также выигрывать, как и первая, просто мы больше ошибались. И на втором мы тоже много ошибались, но в важный момент мы собрались и на их же ошибках их ловили. Если вдруг что-то пойдет не так, не будем начинать брать раунды, что-то такое, сука, это конца как на ассенте. Похуй, мы должны их просто перевернуть. Если мы сейчас и стартанем, им пизда. Если они сейчас хорошо стартанут, нам плавно нахуй не сломаться, мы должны быть их посильнее. Мы не сломаем. Мы тут вот кемли. Каждый, блядь, каждого подпадривайте, нахуй. Каждый за каждого цепляйтесь, блядь. Дал стрелу. Я сад смок дал. Я сад смок дал. Дал флэш, убил. Да, убил. Убил плент, убил плент. Еще, еще, еще джет где-то близко. Плент убил. Убил ее. Найс. Хорош. Убил плент. Убил плент. Убил плент. Убил плент. Брой, я дал. ТП, 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 тП. Звук, звук. Убил одного. Убил смок дал. Артем, флэш есть? Убил два плента. Два плента. Найс. Найс. Давай, ёпт. Панилу, пацаны, ждите меня. Оба лампы, походу. Это час дефолта. Да, да, да. Оба лампы, походу. Он на ящике пикает. Ты уверишь оба? Флэш есть. Садись, парни. Лампа, лампа. Лампа, лампа, лампа. Лампа, лампа, лампа. Контроль мне. Флэш или дефьюз? Минус 40. Найс! Не убил его. Убил КТ. Эльба, эльба, эльба. Два, 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 два. Два эльба. Убил одного. Хорошо. И сейчас у меня четыре плента. Дай смок, дай смок в КТ. Не смока, не смока, я с тобой играю. Осторожно эльба. Я в спины иду. Слева и справа. Два КТ. Я в спину иду. Вам надо ждать. Дал стрелу, дал стрелу. Я в спину иду, парни. Живите. Право смотрю. Внутри плента. Минус семь диссерджетка. Живи. О. Не да фига. Хорош пурт. Молодец. Игра ошибок. И мы допускали более ошибок, чем они. Ну да. Может какие-то моменты конкретные выделить. И такие запомнились, которые тебе по игре. Какие-то моменты конкретные. Ну. Да в основном это все пост плент ситуации. Ну потому что мы как бы ставили пачку. Мы хорошо заходили на плент. Ну а дальше мы ошибались индивидуально. Кто-то там один пикнул. Кто-то там не сыграл вместе. Либо мы просто зажимались и нас просто давили. Ну банальные вот эти вот ошибки, которые ранее мы не допускали. То есть я бы не сказал, что у нас не была какая-то нервность. И не было какого-то там прессинга со стороны или что-то подобное. Просто допустили те глупые ошибки, которые мы не допускали до этого. Готов играть? Да. Слева чек, Никвар. Да. Я чек. Слева был. Левый КТ. Ульт есть. Ага. 15 секунд. Топнул. Ладно. НТ. Жесть. Ой-ой-ой. Топнул. 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 Ну это будет. Топнул. Я бы сказал то, что многие отреагировали тяжело. Потому что это было обидно. Ну, это реально было обидно. То есть, если бы ты проиграл просто там 2-0, условно, тебя просто смяли, это одно. А когда ты проигрываешь там, когда у тебя вся игра плотная, и каждую игру ты отдаешь на минимальном таком счете, то так, обидно. Ну, как бы все ребята расстроились, очевидно. У меня просто опыт поражений был, я знаю, как это делать справляться. То есть, как бы, ну, надо просто работать, двигаться дальше и все, что нужно сделать. Таких поражений будет еще, как бы, много. И к этому надо просто адаптироваться и понимать, что в этом ничего такого нет. Но вы не перегорели как команда именно в этот момент? Я бы не сказал, что мы перегорели как команда. Мы, ну, очевидно, что проиграли, как бы, все молчали. Но потом, после, мы как бы здраво рассудили, что пошло не так. У каждого, конечно, свое мнение, у каждого своя правда. В моем понимании мы просто больше ошибались, нежели другая команда. Мы проиграли как бы сами себе. То есть, если мы говорим за первую квалификацию, то в первой квалификации я считаю, что мы просто были слабые. Ну, в моем понимании то, что мы на первой квалификации мы играли не так сильно, как мы играли во второй квалификации. И в целом вся игра, как индивидуальная, как команда, она была в разы слабее, нежели была во второй квалификации. А во второй квалификации, мы, по сути, у нас все было супер. Просто, ну, мы каждый раз, у нас хорошо подготовился тренер. Он нам говорил, что нужно делать, говорил, что делают противники. Просто мы допускали больше ошибок. Вот и все. Как бы, ну, это опыт и это время. И на дистанции эти ошибки будут нивелироваться, и все будет лучше. Вот это, как я вижу. Хорошо. А какие теперь планы у команды дальше? Как работать? Какие планы у команды? Ну, сейчас мы будем как бы раздражаться с буткемпа. Такой небольшой, так сказать, чилл, там, недельку. Отдыхаем друг от друга, думаем со свежими мыслями. У нас будет сейчас очень много перестановок. Мы будем очень много что пробовать. Мы будем много что менять. Будут меняться роли. Будет меняться полностью весь геймплан. Мы за вот этот период времени поняли то, что в какой-то степени роли распределены не так, как они должны быть. То есть у нас есть как бы игроки, которые на другой роли будут показывать лучший перформанс, нежели показывать на нынешний. И по истечении там дистанции два месяца мы начинаем понимать то, что ты видишь, что человек в этой вот роли, которую он сейчас играет, он более зажат и не дает того перформанса, который он может давать. Планы как бы такие. Ну, а что, готовиться, тренироваться и играть в следующие турниры? Хорошо, отлично. Спасибо за интервью. Очень было интересно послушать твое мнение. И удачи на следующей игре. Спасибо. Болитесь за нас и за Тиму Паэр.